МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. В эти минуты в правительстве проходит заседание Организационного комитета по проведению 5-го Всебелорусского народного собрания. Форум проходит раз в пять лет. На нем делегаты со всех регионов обсуждают стратегию развития Беларуси. Одно из главных событий в жизни страны дает возможность делегатам форума напрямую участвовать в управлении делами государства. Напомню, в последний раз Народная вечер проходила в декабре 2010-го. В нем принимало участие 2,5 тысячи делегатов. Люди разных возрастов, профессий и социальных групп. Формат предстоящего форума предстоит обсудить сегодня Оргкомитетом. До 15 апреля 2016 года мы должны представить главе государства проект основных положений программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Проект, названный программой, это базовый прогнозный документ, в котором будут определены целевые ориентированные и ключевые параметры развития страны на текущую пятилетку, и которая традиционно вносится на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. Инвестиции и борьба с трансграничными угрозами упрощения визового режима. Беларусь и Евросоюз намерены налаживать полноценный диалог. Для закрепления позитивной динамики в отношениях сегодня в Брюсселе соберется координационная группа «Беларусь-ЕС». Встреча в таком формате состоится впервые. Стороны планируют обсудить весь спектр двустороннего взаимодействия. Мы намерены обсудить весь спектр, всю тематику, все направления нашего взаимодействия с Европейским Союзом. Начиная, условно говоря, от вопросов энергетики, окружающей среды, заканчивая вопросами право-человеческой тематики. В целом, есть абсолютно понимание того, что надо использовать нынешнее открывшееся окно возможностей для выстраивания полноценного, уважительного, обстоятельного диалога между Беларусью и Европейским Союзом. Эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда изучат финансовую систему Беларуси. Совместная миссия уже приступила к работе. Она пробудет в нашей стране до 21 апреля. За это время состоятся встречи зарубежных специалистов с представителями органов госуправления, банков и страховых организаций Беларуси. Итогом масштабного мониторинга станут рекомендации по повышению устойчивости белорусского финансового сектора. Сегодня в Баку встретятся сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху. Послы США, Россия и Франция обсудят меры прекращения противостояния в зоне конфликта и перехода к политической фазе его разрешения. Между тем, объявленное накануне перемирие в зоне карабахского конфликта в целом соблюдается. Сообщается о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Пока же стороны подсчитывают потери, понесенные за несколько дней с момента обострения обстановки в минувшие выходные. Азербайджан официально заявляет о гибели 31 своего военнослужащего. Данные по погибшим со стороны Степанакерта 29 человек, более сотни получили ранения. Глобальной экономике грозят новые обвалы. Об этом глава МВФ сказала, выступая в встрече в университете имени Гёте во Франкфурте. Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала правительство мира прилагать больше усилий для стимулирования роста экономик. Кристин Лагард также дала конкретные рекомендации разным регионам и странам. Например, властям США она посоветовала увеличить минимальную зарплату. В Европе улучшить профессиональную подготовку, а развивающимся экономикам урезать субсидии на топливо и увеличить расходы на социальную сферу. В Голландии на референдуме сегодня решится судьба ассоциации ЕС с Украиной. Жители Нидерландов должны будут решить, хотят ли они ратифицировать документ. Чтобы он вступил в силу, его должны одобрить национальные парламенты всех 28 стран Евросоюза. Соцопросы показывают, что тех, кто готов принять украинцев, меньшинство. Предполагается, что окончательные результаты объявят в следующий вторник. Между тем, многие страны подчеркивают, что даже при положительном исходе референдума. Дальше ассоциации с Украиной Европа не пойдет. Против членства этой страны в ЕС выступает группа из пяти стран. Кроме Нидерландов в нее входят Франция, Германия, Бельгия и Австрия. Германия может к середине мая отменить временный контроль на границах. Его ввели в минувшем году из-за приезжающих в страну мигрантов. Однако после вступления в силу соглашения ЕС с Турцией число нелегальных беженцев несколько сократилось. Ранее временный контроль на границах из-за огромного потока беженцев также ввели Бельгия, Дания, Венгрия, Австрия, Словения. Позже Венгрия и Словения отменили эту вынужденную меру. Эксперты тем временем заговорили о провале шенгенской зоны. Проекты Евросоюза без внутренних границ. Премьер-министр Исландии подал в отставку на фоне офшорного скандала. В так называемых панамских документах он со своей супругой фигурирует в качестве владельцев офшорной компании. Напомню, после воскресных публикаций результатов журналистского расследования в Исландии начались массовые протесты с требованием отставки премьера. Сам политик ранее попросил президента страны разрешить ему распуск парламента. Но глава государства ответил отказом. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. И снова угарный газ. Молодечно, им отравилась целая семья. В больницу попали 42-летняя мать и двое ее малолетних детей. При каких обстоятельствах это произошло, сейчас выясняется. Напомню, что в этом году в Беларуси участились случаи отравления угарным газом. С начала года жертвами в разных регионах страны стали 10 человек. Первые жертвы палов травы. В Полоцком районе погиб 70-летний мужчина. В нынешнем году в Беларуси из-за выжигания сухой растительности уже произошло более полутысячи возгораний. Причем 100 только за последние сутки. Чаще всего горят Гомельский, Минский и Могилевский районы. Огнем повреждены или вовсе уничтожены почти три десятка строений. В том числе и жилые дома. Есть и пострадавшие. Добавлю, в ближайшие дни из-за становившейся сухой и теплой погоды в стране может быть повышен уровень пожарной опасности в лесах. Эстафета памяти отправилась в путь по городам Беларуси. Сегодня ее участники сделают остановку в Гродно. У Вечного огня состоится торжественный митинг, где гродницам передадут символ акции. Масштабную копию знамени Победы размером около 200 квадратных метров. Отправной точкой международного проекта в нашей стране накануне стала Брестская крепость. В этот день патриотическая акция также стартовала в Архангельске, Севастополе, Дербенте и на острове Русский в Приморском крае. Пять направлений маршрута, который в итоге объединит более 100 городов Беларуси, России и Китая, символизируют лучи звезды знамени Победы. Они соединятся 9 мая в Москве. В Риме открылась необычная выставка работ Караваджо. В залах нет ни одной картины мастера. Посетителям показывают видеопроекции полутин итальянского живописца. Всего представлено 57 работ. Они демонстрируют уникальную манеру письма, которая характеризуется ярким противопоставлением света и тени. Ее Караваджо начал применять одним из первых. Инсталляции сопровождаются музыкой, звуковыми эффектами и даже запахом. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступно на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Продолжение следует... Продолжение следует...